здравствуйте друзья я хочу поблагодарить тех кто слал и продолжает слать поздравление с днем рождения очень приятно и я на самом деле такого начитался и при всем при том что я в принципе представлял как бы географию наших зрителей но сегодня там знаете мне и и от аллаха чтобы я с ним был хороших отношениях и вот уйгурскую пословицу мне рассказали и из города славянска что в донецкой области печально знаменитого последнее время ночные в общем откуда только из солнечной анапы я когда просол и из солнечной анапы мне там привет передавали и поздравления я чуть не разревелся потому что я помню анапу я помню анапу боже поселок джиме ты я помню там был лагерь мгу и у меня старший брат есть на 7 лет старшим и он поступил в мгу он закончил мехмат мгу и это был где-нибудь шестьдесят седьмой год он поступил шестьдесят шестом а в шестьдесят седьмом он поехал в этот лагерь студенческий и родители решили что если он туда едет на этим мальчик молодой вот поедем мы тоже туда все в этот джиме ты и под анапы вы не взять какие-то места я я хочу сказать ребят если там если вы там не были то вы там не были то вы этого просто не видели хотя может быть время прошло и его просто уже нет в природе того что было но в общем да и мы поселились каком-то палаточном городке рядышком и вот прямо граничивая эти этот городок граничил с тем местом где был лагерь мгу и в это время в лагере мгу сутками но не сутками а вот в светлое время дня крутили по многу раз большой концерт на на там двухчасовой двух с половиной часовой концерт высоцкого который где-то там выступал в мгу и вот они там его записали и гоняли то есть я вернулся в москву мне было 11 лет я вернулся с большим репертуаром надо сказать я тогда еще не играл на гитаре но скоро начал потом получился через пару лет на трех аккордах там на высоцкого мне хватало в принципе и вот значит у меня был большущий репертуар а это такое такая была найти музыка все-таки такое искусство неофициально его нельзя было услышать не не по радио не по телевидению магнитофонов она практически ни у кого еще не было только-только это появлялось и и вдруг мы возвращаемся и выходит кинофильм вертикаль там где высоцкий как бы стал известен всей стране вот вот с этого фильма здесь вам не равнина здесь колебаты но и идут лавина до назад и здесь за камнепадом ревет камнепад быть и вот это бубу как жахнуло по всей стране и просто не а я уже слышал эти песни там в в этом концерте который там был записи вот и как-то это очень так совпало такой парный случай да вот мы там его слушай такое необычное что-то вот и он еще так хрипяще так ну в общем это было нечто да анапа я хочу сказать какую какую страну развалили это же мама родная и я шесть лет пока был школьником шесть лет ездил в пионерский лагерь в алушту в крыму я я можешь сказать вырос там всем все мое детство все мои лет лета летние сезоны там проходили вот если смотреть на из алушты смотреть на черное море то слева по левую руку там есть такое место где вдруг так начинается в гору так вот идет и вот на этом месте где в гору стоял большой пионерский лагерь каскады назывался а под каскадом на ровном месте вот вот в этом в стыке в этом был и там еще речушкой справа такой ручеек тек в камне вот и вот на этом на ровном месте был пионерский лагерь имени дзержинского и вот я в этом лагере имени дзержинского шесть лет подряд был пионером а потом еще вожатым там был вместе со светланой мы как раз только познакомились это был я не помню я в я два курса закончил 75 год я закончил два курса она закончила 1 и мы поехали вот туда отдыхать в алушту и там неожиданно для себя пошли посмотреть на лагерь и оказались там вожатыми потому что в третью смену а мы были там в августе те вожатые которые из пединститутов отрабатывают практику они разъехались и вот в третью смену проблема с вожатыми там такая сборная солянка была и нас тоже подобрали и мы там были я как-то вот в общем короче они у нас ее как бы отняли ту страну а я думаю что мы как бы вот по факту своего как сказать присутствия и общения мы как бы все таки вот из той из той которую отняли но она как-то в виртуальном каком-то мире теперь существует вот пока мы есть значит она у нас в голове сидит наверное уже наши дети внуки они не вспомнят не будут знать нам и им вместо этого подсунуть что-нибудь еще здесь большие мастера подсунуть чуть вот а вот той больше нет и не будет так уж вышло вот ну ладно чем чем о грустном-то день рождения у меня наталья квик мне сказала миша когда ты проснешься первым делом пойди на мой канал и посмотри что там будет ягра что там будет она год увидишь да значит она тут вчера по школе 66 с камерой естественно загоняла в углы каких-то людей я так краем глаза замечал то есть они от меня прятались но я замечал она чек творческий конечно и безусловно если бы ее там на какие-то тесты отправить то у нее основные таланты будут художественные это человек художественный она может быть она говорила что в детстве увлекалась кстати вот ей родители сказали что не надо этим заниматься она говорила что хотела быть там у нее была мысль после восьмого класса пойти учиться на парикмахера но отец сказал что это неправильно надо идти в техникум там какой-то по холодной обработке металлов кота не учена там заканчивая не знаю машиностроительным и я хочу сказать что она была бы каким-то виртуозным парикмахером который как бы вот артистов там больших работает знаете вот она такая она она артистичная и короче вот наталья она у него мысли всякие сделала сюжетик небольшой быстренько сделала просто склепала на коленке на самом деле и я с утра посмотрел очень очень мило там ребята значит там студенты которые по школе ходят значит они там участвуют в этой в этом кадре еще раз засняла проход меня из автомобиля до офиса да а дальше значит она несколько раз заскакивала в офис когда я с людьми там сижу меня appointment и всякие и она заскакивала и снимала меня в разных ситуациях то есть пиджаке то и в рубашке то я в скайпе там с кем-то разговаривают то я значит резюме кому-то шлепают и вот так это все такими кусочками она надергалась потом собралось вместе и вот висит на канале у наташи уже недолго там она через меньше десяти дней осталось до ее отъезда и вот эти три месяца я как-то уже думаю такое ощущение что всегда у нас была и думаю а разве так может быть чтобы вот мы есть а наташи тут нет знаете вот уже такое как-то привыкание это очень обычное у нас тут такое чувство потому что это три-четыре месяца это тот период времени который студенты у нас так активно присутствует вот каждый ну не каждый день там три-четыре раза в неделю и за это время к ним привыкаешь и потом они куда-то уезжают и его трассы и все вот и ну что сделаешь ну приходит новые симпатичные молодые позорные умненькие так что что еще сказать вчера мы встретили морячка андрюшу я с ним несколько раз в скайпе беседовал и я не видел какого роста я я же не знал что он тут под метр девяносто то и потом два румэйта которые у него случайным образом образовались пойти это произошло все абсолютно на ходу то есть воскресенье привезли дмитрия из аэропорта его там встретили привезли и он с утра приходит чемоданчиком в понедельник значит и я бы на стенку наши офис-менеджер настя я бы на стенке нет ли там чтобы кто-то просил румэйта на где то вот тут какой то есть номер звонит туда и выясняется что там уже один наш студент живет а парень который квартиру держит наш выпускник переезжает куда там то ли в бостон то ли чем где-то работу нашел в другом другом штате переезжает и нужно два человека мы губа честно и вот мы туда дмитрия и говорим сейчас у нас вечером то приедет андрей иначе мы его туда тоже и пока мы ждали андрея мы значит там в старбаксе там как называется разминались да значит разминались там кто чем там кофейком там шейком и наташа значит видеограф то наша она взяла мою камеру и давай нас снимать и когда видео уже делал рейде в аэропорт я смотрю божик я какой-то маленький слушайте я так привык что я вроде большой а тут такие знаете двухметровые стоят и я среди них потерялся так что вот прям думаю шипстик какой-то прям смотреть жалко еще и старенький но за вообще вот но ничего так что я я думаю что мы нашего морячка еще поснимаем это очень неожиданно и необычно и у нас сейчас из керчи я вам скажу он третий точнее можно сказать четвертый потому что у нас есть мама с дочерью мама училась в онлайне но сейчас подъеду еще еще четыре года назад она меня в первой группе онлайновой была еще жила в керчи вот они сейчас уже приехали живьем и мама так как бы значит освежает свои знания а у нее девочка есть еще . очень симпатичный у нас в школе четвертый керченец появился одновременно вот этот четверо будет это очень необычно у нас есть симферополита может никого нет а тут из керчи и сразу четверо вот такие бывают можно сказать феноменальные явления можно так назвать да ну что же сейчас где-то 11 20 я через там 10 минут буду на работе но грубо говоря в полдвенадцатого а на два часа они меня собрались коллектив трудовой они меня собрались чествовать я не знаю что там из этого будет но я знаю что есть подарок который мне не показывают но стоит стоит в офисе у софии коробка картонная которая вот этот самый подарок как-то произведение художественное сделанная человеком как бы натальиной поклонницы зрителям канала наташи квик но может быть она и нас тоже смотрит вот и там очень много женского такого знаете и тепла и вот он у наташи на канале и такого вот ну не знаю позитивного что ли отношения к жизни очень трогательно да в общем посмотрим посмотрим что там получится какой-то какой-то piece of art можно сказать так и человек профессиональный художник как мне объяснили не просто так то есть вот не не любитель а прям профессионал ну посмотрим значит наверное что-нибудь придется кушать такое вкусное и неполезное вот это тоже диалектическое противоречие то есть обычно вкусное не полезно а полезное не всегда вкусное хотя бывает конечно и комбинация да ладно друзья вот я уже почти почти подъехал да я еще не добрался вы знаете на что происходит на в школе отключены одноклассники facebook вконтакте нету нету доступа чтоб студенты не отвлекались во время занятий поэтому я обязательно пойду посмотрю тоже но в общем только если из дома у меня брат старший он обычно если хочет что-то такое там поздравить или что такое он в одноклассниках мне пишет вот хотя правильнее было бы я считаю позвонить потому что телефон мой мало у кого есть а допустим в одноклассниках может написать много народу я там могу его не сразу найти но вот у него такие привязанности спрашивали почему-то к светлане был вопрос чтобы она рассказала о своей сестре о моем брате но сестры светлана светлана сестра умерла несколько лет назад она у нее с молодых лет была инвалидность так и так случилось вот поэтому что сказать она мужественно боролась до 65 лет она боролась каждый день за то чтобы жить и по несколько часов и всякими гимнастиками и практик практиками и так далее это очень мужественный чек героически совершенно а мой брат он тоже на 7 лет старше как и светланина сестра старше светлана на 7 так вот брат мой старше меня на 7 и он он закончил мехмат мгу я сегодня уже упомянул и когда когда они уезжали у него уже были оппоненты назначены на защиту докторской диссертации но он уже год зарплаты не получал это было году в девяносто третьем вот и вот так вот он и уехал нет не защитив докторскую но он кандидат наук и здесь как ни странно он тоже работал тестером и жена его тоже работала тестером и сейчас они собственно в таком состоянии одной ногой как бы на пенсии другой ногой не совсем поэтому так вот вот у нас тут целая семья людей которые тестируют программное обеспечение он очень интеллектуальный человек на любом языке пишет так вот сходу такой white white box тестер да ну что же ищем местечко на этом месте мы с вами друзья расстаемся а я пойду искать где запарковаться счастливо